Конечно, ситуация в городе, если не катастрофическая, то тяжелая. Транспорт, конечно, весь стоит. Движение именно автомобильное затруднено. В городе тихо. Выйдя сегодня из дома, абсолютная тишина, непривычная, потому что ходят только личные автомобили, никаких трамваев, никаких маршруток. То есть тишина полнейшая в городе. Что касается выезда из города, здесь особая ситуация. То есть транспорт, транспорту не добраться даже до пунктов назначения конечных. Я сегодня должен был уезжать на школу актива, в базу, которая располагается в 50 километрах от Твери. Так вот автобус, который должен был нас встретить там уже, он даже за 4 часа не добрался до места, не говоря уже о том, чтобы вернуться и нас забрать. Поэтому откладывается моя поездка. Наверное, придется ехать домой, то есть в родной город Восташков. Если опять-таки выберусь, доберусь до города. Посмотрим, как это все будет. А как вы лично сегодня сами добирались? Вот расскажите ваш путь из дома до университета. Пешком. Я понял, что ловить какие-то маршрутки, садиться на трамвай – это гиблое дело. Поэтому, выйдя из дома, я пешком добрался до ректората нашего. Обратно тоже пешком. Сейчас вот пойду домой пешком. Ну, тут мне близко, поэтому особых проблем не возникнет. А у вас есть в группе какие-нибудь, может быть, рекордсмены, которые шли из дальних частей города? Один человек мне сегодня позвонил утром, одногруппник, спросил, есть ли кто-то, есть ли ему смысл идти пешком или добираться, 10 остановок ему до университета. Ну вот, сейчас я в университете его не увидел, наверное, все-таки не добрался. Как вы думаете, он дома остался или остался здесь в пути? Я думал, целесообразнее было бы ему остаться, конечно, дома. Понятно. А есть те, кто приехал сегодня на транспорте на личном? На личном нет. Как я понял, мне одногруппница рассказала, что все, кто в университете, все пешком. Каким вы видите пути решения проблемы данных, если они вообще имеются в этом городе? А пути один, наладить ЖКХ наше, наладить работу служб, которые отвечают за это, чтобы при малейшем каком-то отклонении от нормы в погодном плане, сразу все это, быстро на это реагировали наши службы, и, ну, город, чтобы держали в нужном порядке. И какие планы сегодня после университета? Как планируется добираться до дома? Ну, до дома мне близко добираться, на самом деле. Тут буквально 5 минут ходьбы. Если получится, я сегодня уеду, все-таки, возможно, наверное, но это вряд ли, в Осташков, свой родной город на выходные. А так, наверное, придется посидеть в общежитии, где выходные. Но я, опять-таки, я не говорю, что погода плохая. Она зимняя, она хорошая, она русская погода, просто службы наши работают не в том, не с тем КПД, так сказать, чтобы было действительно наслаждение этой погоды, а не просто вот так вот, стояние такое вот, всего. Город у нас обычно спокойно, вот на прошлой неделе рванула вот эта пропановая цистерна, да? На этой неделе, вот сегодня тоже катаклизм городской развернулся, уже более глобальный. Как вы вообще думаете, что может произойти на следующей неделе? Ну, вообще, сейчас ждут все, активно обсуждают тему конца света, поэтому... Возможно? Локально. Можно сказать, да, какое-то, что-то будет. Возможно, конечно, но не хотелось бы. Понятно, спасибо большое. Да нет. Ребят, есть у вас что добавить? Да, конечно. По этому вопросу. Ну, начнем с самого начала, да, по вопросам. Первое, что я увидел сегодня, выходя из дома, это, блядь, стоящие машины. И мне показалось, что Тверь засыпала не снегом, а Виагрой, потому что там стояло реально все, причем стояло все, что только можно. Стояли машины, стояли люди, которые надеялись сесть на какой-то общественный транспорт и даже снегоуборочная техника. Целых четыре. Ну, с учетом того, что они стояли и, видимо, тоже погрязли в снегу, напрашивается простой вывод. Но, видимо, ничего не чистили и чистить в ближайшее время не собираются. Не знаю, с чем это связано, наверное, опять же с Виагрой, потому что все-таки стоит все, реально все, и даже, видимо, мозг. А как вы считаете, у администрации сегодня стоит нормально? Ну, исходя из того, что они наверняка были в помещениях, на них Виагра не попала, поэтому у них, наверное, пол шестого. Ну, скорее всего, скорее всего, ну, видимо, что-то стоит, но не так глобально, как хотелось бы. Возможно, так. Какие сегодня планы на после универскую жизнь? Сегодня все-таки выходные начинаются. До завтра-то есть пара? Говори, Влад. В принципе, на самом деле, если я вообще куда-нибудь смогу добраться, то я наверняка воспользуюсь тем, что выспал на нас, наверное, Виагрой и буду проводить чудесный вечер дома. И одиночество со своей подругой. После такого у меня был очень простой вопрос. Продолжение следует...